Здравствуйте! В течение нескольких дней наше внимание было приковано к Алма-Ате, где решалось будущее Содружества Независимых Государств. Сегодня события, произошедшие в Грузии, оттеснили другие новости. В Тбилиси началось вооруженное столкновение правительственных войск с оппозицией. Есть человеческие жертвы. Ситуация, судя по всему, выходит из-под контроля. Итак, в Тбилиси 22 декабря, хроника дня. 11 часов 15 минут, тбилисское время. Обстрелено здание Дома правительства. Убито 3 человека, ранено 29. Тенгиз Сигуа, бывший премьер-министр республики, заявил, что к 15 часам его силы возьмут штурмом Дом правительства. Пресс-секретарь президента Грузии назвал это попыткой государственного переворота. 12.45. Стрельба продолжается. Ранено 50 человек, 7 убито. Отряды оппозиции начали штурм Дома правительства. На связь с радиостудии в Останкино вышел корреспондент независимого агентства и принда Зураб Двали. В Тбилиси идет вооруженное столкновение. Сегодня вот в 8 часов были обстреляны гвардейские позиционеры, сбегающиеся Дома правительства, обстрелянные правительственными войсками. Это привело к вооруженному столкновению. Четверо гвардейцев погибли на месте. По непроверенным данным, несколько человек, пытавшихся вынести их тела, ранены. Перестрелка не прекращается. Используются автоматы, гранатометы, пулеметы. Как передала грузинская радио, ранен замминистра внутренних дел Роман Гвенсадзе. По радио систематически передают призывы всем, у кого есть оружие, срочно прибыть в Дома правительства на защиту президента. Ситуация накалена до предела. В 15 часов оппозиция продолжала штурм Дома правительства. Один из выстрелов гранатомета пришелся на помещение пресс-службы президента, где обычно работали аккредитованные корреспонденты. Дом правительства оказался почти в полном окружении отрядов вооруженной оппозиции. На помощь правительственным и верным президенту частям начали прибывать вооруженные отряды. 16 часов. При защите Дома правительства ранен начальник УВД города, заместитель министра внутренних дел Республики Роман Гвенсадзе. В результате боя у Дома правительства загорелось здание первой грузинской школы. Вооруженные отряды не подпускают туда пожарную машину. Оппозиция, которая является источником обострения ситуации, требует освободить политзаключенных, предоставить свободу средствам массовой информации и дать возможность людям свободно высказывать свое мнение у Дома правительства. Правительство со своей стороны требует разоружения оппозиции и призывает народ по республиканскому радио защитить законно избранное руководство. Подразделение тбилисского гарнизона занимает нейтральную позицию и не вмешивается в конфликт на площади перед Домом правительства. Об этом заявил оперативный дежурный по штабу Закавказского военного округа. Ситуация в городе остается крайне запутанной. И пока нет возможности предсказать, как будут развиваться события в ближайшие часы. Как известно, первая попытка свержения гомсохурдия насильственным путем была предпринята 5 октября. Тогда в результате столкновения погибли два человека и несколько десятков получили ранения. На этот раз ситуация приобретает более драматический характер. И вот сообщение, которое мы получили только что. В 21.30 по местному времени в Тбилиси начался штурм Дома правительства отрядами вооруженной оппозиции. Идет массированный ракетно-артиллерийский обстрел. Прекращены телевизионные передачи изданий, которые вели корреспонденты республиканского телевидения. Я напомню, что еще 19 сентября 1991 года выступая у нас по центральному телевидению в прямом эфире, Шеварнадзе призвал стороны к диалогу и выразил готовность выступить посредником на переговорах между президентом Грузии и оппозицией. Оппозиция доброжелательно откликнулась на это предложение. Однако президент Грузии расценил это как вмешательство во внутренние дела республики Грузия. К несчастью, и на сей раз амбиции взяли верх над доводами разума. А сейчас о событии, которые продолжают комментировать и политики, и обозреватели, и журналисты. После встречи в Алма-Ате на нашем континенте появилось новое образование – Содружество независимых государств. Историки дадут со временем этому событию свою оценку. А пока ясно одно – теперь миру придется иметь дело и строить отношения с 11 суверенными государствами одной шестой части суши. И мы, и мир вокруг нас становится иным. Сегодня президент суверенных государств, принимавший участие в Алма-Атинской встрече, возвращается домой и подводит итоги. В первых интервью, которые дали президент Ельцин и сопровождающие его лица, возвратившиеся из Алма-Аты в Москву, подчеркивалось кардинальное отличие новорожденного Содружества от бывшего Союза. Самое главное – это независимость каждого государства. На этом основан весь принцип нашего соглашения. Без центра, без диктата. Президент Ельцин отметил, что каждое государство – член Содружества будет проводить свою собственную экономическую политику. Мы будем согласовывать цены, этапы реформы, ее, этой реформы, вопросы согласования темпов, сроков и так далее. только-только в этом. Во всем остальном полная самостоятельность. Отвечая на вопрос о валютной системе, Содружества, Борис Ельцин сказал, «Мы договорились, что будет общий рубль во всех странах, Содружества в 11 странах. В дальнейшем, если какая-то республика или государство решит создать свою национальную валюту, только по согласованию со всеми остальными. В этом очень важное принципиальное наше согласие». «Я удовлетворен именно тем, что мы этот процесс предвидели давно. И, можно сказать, это была наша политическая платформа, которая сегодня воплотилась в жизнь. Предстоит трудная работа, трудная в том смысле, что сейчас уже нет центра, не будет центра, на котором можно было свалить все наши проблемы, все наши трудности». «Как будет проходить ратификация у нас в парламенте?» «Замечания могут быть по статусу автономии, потому что это тот вопрос, который нас волнует больше всего, имея в виду состояние в Карабахе. И мы обязаны при ратификации вписать в протокол соответствующую оговорку на этот счет, чтобы получить твердые гарантии существования Нагорного Карабаха как автономного образования». «Нам представляется, что никто не должен уповать, что создав содружество, теперь кто-то за кого-то будет решать. Факт, произошедший, каждое государство суверенно, независимо, она должна решать свои политические, экономические, социальные, культурные вопросы, но в целях ускорения координируются и усилия в этом содружестве, поэтому образование содружества надо рассматривать не как образование нового государства, а это содружество для координации, я еще раз хочу сказать, усилий для решения общих вопросов». «Теперь каждая республика решает свои вопросы самостоятельно, с учетом специфики, с учетом интересов всех. Я еще раз повторяю, всех, кто проживает на территории республики, независимо от национальности, независимо от веры, независимо от социального положения, каждая республика решает свои вопросы самостоятельно, вместе с тем, отдавая себе отчет о том, что есть тысячу проблем, которые надо решать вместе, эти вопросы будут решаться теперь без команды центра, будут решаться сообще, на так называемых взаимовыгодных условиях». Продолжение следует... Продолжение следует...